Книга притчей Соломоновых, глава 3, стихи с 1 по 6. Книга притчей Соломоновых, глава 3, стихи с 1 по 6. Книга пророка Иеремии, глава 17, стихи с 7 по 8. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Второе послание Тимофею, святого апостола Павла, глава 2, стихи с 3 по 10. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумеешь, что я говорю? Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 27 по 29. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мати, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во ста крат и наследует жизнь вечную». Святой Василий Великой О суде Божьем Продолжение «Когда слышу тот страшный Божий приговор, который объявляется человеку, по неведению, приступившему одну только заповедь, не знаю, как в должной мере убояться величия гнева». Ибо написано «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна беспорока по оценке твоей и загладит священник проступок его, в чем он переступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Если же так не умолим суд за грехи по неведению, и необходима жертва для очищения, которую, как засвидетельствовано, приносил за сыновей даже праведный Иов, что сказать о согрешающих в ведении или о тех, которые подобных людей оставляют в покое? И чтобы не подумали, будто бы по вероятным только догадкам делаю заключение о гневе Божьем на сих людей, нужно опять вспомнить богодуховенное писание, которое в настоящем случае и одной историей достаточно изображает суд над таковыми. Сказано, сыновья же Илья были люди негодные. Поэлик уже отец нестрого наказывает таковых сыновей. Сиена такой подвигнула гнев долготерпения Божия, что когда восстали иноплеменники, эти сыновья его были убиты в один день на войне, весь народ побежден, много людей пало, и с ковчегом Святого Божия Завета случилось то, чего прежде никогда не слыхали. Тот ковчег, которому прикасаться израильтянам не позволялось, даже и священникам позволено было не всем, и не всегда, и который могло вмещать в себе не всякое без разбора место. Сей самый ковчег нечестивыми руками переносим был туда и сюда, и поставляем был не во святом, а в храмах идольских. Причем можно себе представить, сколько было от иноплеменников посмеяния и посрамления и самому имени Божию. Сверх того, как написано, и сам Ильих потерпел самую жалкую кончину, выслушав угрозу, что даже и потомство его будет лишено священнического сана. Что и сбылось. Вот что случилось с народом. Вот что за беззаконие детей потерпел отец, который, впрочем, в собственной своей жизни ни в чем никогда не был обвинен, да и сыновей своих не оставлял в покое, но много увещевал их, чтобы они не продолжали подобных дел, говоря, «Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу о вас, не делайте так, ибо не хороша молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень». Даже в более сильных выражениях, доказывая великость греха, представлял им более страшную опасность, ибо говорил, «Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу, если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Впрочем, по элику, как сказал я, не показал надлежащей ревности против сыновей, то и случилось, описанное выше. Весьма много нахожу в Ветхом Завете подобных судов над всяким прислушанием, но когда обращаюсь к Новому Завету, где Господь, наш Иисус Христос, не освобождает от наказания даже грехов по неведению, а против грехов ведомых еще сильнее выражает угрозу, говоря, «Рав же тот, который знал волю Господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Когда нахожу подобные приговоры самого Единородного Сына Божия, вижу негодование святых апостолов на согрешающих, вижу, что такие и столь великие бедствия согрешивших в чем-нибудь одном, не меньше описанных в Ветхом Завете, но еще и больше, тогда познаю всю строгость суда. Вот что говорит и блаженный Павел, показывая вместе и достоинство звания и негодование на всякий грех. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение свердынь. «Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьей, и пленуем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Из всего тщательнее вникнувший в каждое слово, точнее может узнать намерение Божественного Писания, то есть, что оно не дозволяет нам, чтобы душа каждого из нас, будучи поползновенно ко греху, вводила себя в заблуждение какими-то обманчивыми мнениями, думая, что иные грехи наказываются, а иные оставляются без наказания. Но что говорит Павел? «Всякий грех по причине презрения к Божию повелению называется восстающим против познания Божия», что яснее выражается и в книге чисел. Ибо когда Бог исчислив непроизвольные грехи и установив за них жертвы, восхотел уже дать народу надлежащие законы касательно грехов произвольных, тогда начинает так. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа. Истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней. И чтобы из меньшего научиться нам страху в большем, посмотрим, как во второзаконии гневается Бог на прислушавших священника или судью, ибо говорит, кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, который будет в те дни, тот должен умереть. Итак, истреби зло от Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будет впредь поступать дерзко. И сие надо бы иметь в виду, чтобы человек в должной мере впечатлительный поражался большим ужасом. Апостол говорит, всяк разум, а не тот или другой, и опять не то или другое, но всякое прислушание. Следовательно, обманывает нас эта злейшая привычка. Следовательно, причиной великих бед служит для нас это превратно человеческое предание, которое одних грехов отвращается, а другие допускает равнодушно. На иные, как, например, на убийство, прелюбодеяние и тому подобные грехи, представляется сильно негодующим, а иные, как, например, гнев, злословие, пьянство, любостяжание и другие тому подобные, не почитает достойными и простого выговора. Между тем, как и на сии последней, во Христе глаголющий Павел и в другом месте произнес тот же приговор, сказав, что делающие такие дела достойны смерти. А где всякое прислушание равно наказуется, там ничто не оставляется неочищенным, ничто не остается вне послушания Христова. Ибо апостол Павел показал, что всякое прислушание есть вообще величайшее нечестие, сказав следующее. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Но не одни ли это слова, а не дела? И так вот, в Каримфе, имевший жену-отцову и ни в чем другом, кроме сего, необвиненный, не только сам предается сатане в изнеможении плоти, пока не загладит прегрешение достойными плодами покаяния, но и вся вместе церковь за то, что не наказала за грех, подвергается тем же обвинениям. Чего вы хотите, жезлом прийти к вам или с любовью и духом к ротости? И вскоре потом, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А она, неупоминаемая в деяниях, какое другое злое дело совершил, кроме описанного там? За что же оказывается достойным такого гнева? Продав собственное имение, принес он деньги и положил к ногам апостолов, утаив несколько цены. И за сие в тот же час вместе с женою наказывается смертью, не удостоившись выслушать слов о покаянии во грехе, не имея времени прийти о нем в сокрушение, не получив отсрочки на покаяние. А исполнитель всего страшного суда, служитель такого гнева Божия на согрешившего, блаженный Петр, который был предпочтен всем ученикам, который один более других был отличаем и ублажаем, которому вверены ключи Царства Небесного, когда слышит от Господа, «Не умоешь ног моих вовек», и Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Из-за сие слышит такую угрозу, что, если бы, сознав опять истину слов Господних, не ускорил исправить прикословие послушанием, то к врачеванию настоящей его непокорности было бы недостаточно всего предшествовавшего и собственных его заслуг и Господних ублажений, даров и обетований и самого откровения о толиком благоволении Бога и Отца к единородному Сыну. Но если пожелаю собрать все, что нахожу в Ветхом и Новом Завете, то скоро не достанет у меня времени, чтобы пересказать это, когда уже перехожу к самым изречениям Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии, к глаголам того, кто будет судить живых и мертвых, к глаголам, которые для верующих достовернее всякой истории и всякого другого доказательства, познаю из них великую, так скажу, необходимость благопокорности во всем Богу, но совсем не вижу, чтобы в каком-либо случае оставалось извинение нераскаивающимся в непокорности, если только при столь открытых, ясных и решительных изречениях позволительно отважиться, хотя помыслить о чем другом, ибо говорит, небо и земля придут, но слова мои не придут, ибо написано, верен Господь во всех словесах своих, запрещает ли что, или повелевает, обещает ли, или угрожает, как за соделание запрещенного, так и за отпущение предписанного, а что наравне с соделанием зла наказывает и опущение добрых дел, душе не вовсе не дугующей неверием, достаточное в том доказательство и удостоверение упомянутый высший суд над Петром, который не что-либо запрещенное сделал, и не заповедь какую-либо не исполнил, а только из благоговения, не соглашаясь принять услугу и честь от владыки, услышал такую угрозу, который не избежал бы, если бы, как сказано выше, не предупредил гнева скоростью и ревностью в исправлении. По крайней мере, по велику благе и милосердой Бог, будучи к нам долготерпелив, благоволил одно и то же показать нам многократно и во многих примерах, чтобы душа, возбуждаемая и поражаемая многими непрестанными вразумлениями, хотя со временем могла избавиться от долговременного навыка к беззаконию, в настоящем случае нужно упомянуть только сказанное о тех, которые в великий и страшный день суда станут ошуюю Господа нашего Иисуса Христа, о них, приявший от Отца всю власть суда, пришедший осветить скрытое во мраке и обнаружить сердешные намерения, сказал, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И присовокупил причину, говоря, не потому, что вы убивали или блудили, или лгали, или кого-нибудь обижали, или делали что иное из запрещенного, хотя бы и маловажное, но почему? Потому что не родили о добрых делах. «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». По благодати благого Бога, хотящего, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины и учащего человека разуму, познав сие и подобное сему из богодуховенных писаний, постигнув ужаснейшую причину такового разногласия многих и друг с другом и с заповедями Господа нашего Иисуса Христа, наставления о страшном онном суде за такое беззаконие, научены и тому, что всякое прислушание всякого Божьего суда равно наказывается, и еще познав страшный онный суд над теми, которые, хотя не грешили, однако ж подпали гневу, потому что не показали доброй ревности против грешивших, хотя часто и не сознавали сего греха. Почел я за нужное, хотя и поздно, потому что всегда ожидал подъявших этот самый подвиг благочестия и не полагался на себя одного. Впрочем, может быть, и не безвременно, собрав из богодуховенных писаний и что не угодно Богу и чем он богоугождается, предложить сие ныне по мере сил и по общему желанию в напоминание подвязающимся подвигам богочестия, чтобы нам по благодати Господа нашего Иисуса Христа и по научению Святого Духа отстав от навыка творить собственную волю и соблюдать предания человеческие, сообразуясь же с благовестием блаженного Бога Иисуса Христа Господа нашего и в настоящее время пожив благоугодно Ему, усиленным удалением от запрещенного и ревностным попечением апохвальным, в будущем веке удостоится бессмертия, избежать гнева грядущего на сынов противления, удостоится оказаться достойными вечной жизни и небесного Царствия, обетованного Господом нашим Иисусом Христом, всем хранящим завет Его и помнящим заповеди Его. Помни же, что апостол сказал, «Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания ни необрезания, но вера, действующая любовью. За приличное и вместе за нужное почел я изложить сперва здравую веру и благочестивое учение об Отце и Сыне и Святом Духе, а к сему присовокупить и нравственные правила». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин